Всем привет! Сегодня такая обширная тема у меня. Не тема, вернее, а их много-много разных тем. Я решила их собрать в общем, потому что есть сегодня время и потому что я еще была в салоне. Начну, пожалуй, я вот именно с этого. В каком салоне я была и что я там делала. Была я в салоне BodyJazz у нас в Махачкале. Я оставлю вам ссылку на инстаграм этого салона. Мне там делали макияж и процедуру по уходу за волосами. Это восстанавливающая процедура. Треткин. Я вот вам покажу, с помощью чего делалась эта процедура. Это специальная такая расческа. Собственно, само средство. И утюжок. Сначала средство наносится на волосы, на влажные. Моется голова, естественно, на влажные волосы наносится средство. Потом прорабатывается тщательно каждая прядь волос. Потом утюжком проходит по волосам. Видимо, это чтобы внутрь проникло средство. И волосы таким образом восстанавливаются. Сразу смывается, сушится, как обычно. Мне очень понравилась укладка. Особенно то, что у меня нет объема. Многие говорят, вообще пишут, я знаю, что многие любят объемы, чтобы у меня тоже был объем. Но я его не терплю, не люблю. Мне кажется, это ужасно некрасиво. И вообще вчерашний век. Не отказываюсь, что когда-нибудь у меня тоже что-то будет объемное. Бывает такое, что сначала не нравится, потом нравится. Но вот уже долгое время, я даже не знаю, сколько, в принципе, наверное, да, никогда мне не нравился объем. Не было такого периода еще в жизни, чтобы мне нравился объем на чьей-то голове. Особенно на девушках невысоких. Это, ну, некрасиво смотрится. Кажется, что большая голова и маленькое тело. А я девушка невысокая. Мне метр шестьдесят четыре. Мне понравился эффект. Волосы стали мягкими-мягкими. Они у меня и так мягкие, а теперь вообще прям мягкие. Очень хорошо лежат. Если вы заметили, прямо так вот ровненько струятся. Мне нравится. И они стали живее. И блестят. Давно не видела своих волос блестящих. Вот видно, что блестят. Еще хотела бы сказать об этом салоне, что он очень красивый. Мне понравился дизайн салона. Все прям так радужно. Цветочки везде очень симпатичные. Я вам показываю сейчас. И еще хотела сказать, что в этом салоне мастер нано мне не сказала ничего плохого про волосы. Это, по-моему, вообще впервые практически у меня. Наоборот, она похвалила, сказала, что у меня красивый очень цвет волос свой. Он там чуть-чуть прорастает. Несмотря на то, что седина у меня очень заметна. У меня с одиннадцатого класса седые волосы. Поэтому я крашу. Я, в принципе, забыла, как выглядит мой натуральный цвет волос. Я помню, что он был черным. Но она сказала, что у меня не черный, а семерка или восьмерка, я не очень понимаю эти обозначения, но вот какой-то русый. Сказала, что красивый цвет. И мне не говорили, что он тонкий или пористый волос. Я была чему несказанно рада. Вот как нужно, чтобы человек ушел с хорошим настроением. Потому что у меня почти всегда бывает так, что я ухожу из салона, где именно с волосами что-то связано. Достаточно таком. Не то, чтобы на меня это так сильно действует. Я сама знаю, какие у меня волосы. Но мне крайне неприятно, что человек может мне это сказать. Вот как-то это, мне кажется, неправильно. Потом был макияж. Макияж мне делала Джамиля, визажист. И вот таком мы сделали макияж. И хочу сказать, что я вижу свое лицо. Обычно, когда мне делают макияж, я себя мало узнаю, скажем так, мягко говоря. Потому что мне рисуют какое-то совершенно не мое лицо. А здесь я себя узнала, и мне это очень понравилось. Это, наверное, самое главное. У меня тон Живанши смешанный. Вот я достала с Бека. У нее был такой же крем. Смешали. Вот. Такой крем. Она смешала. И получилось вот такое сияние, которое я люблю, которое многие, возможно, не любят. Так, тени были Smashbox. И это тоже Бека помада. Такая маленькая, которая матовая помадка. Очень она, естественно, натурально выглядит. Кстати, нет никаких четких контуров у меня. Все очень так деликатно, хорошо накрасила девочка меня. И приклеила реснички. Очень хорошо. Их всего лишь несколько штук. Посмотрите, они очень натурально выглядят. Даже когда смотришь очень близко, совершенно незаметно, что ресницы наклеены. Вот. Это очень приятно, конечно. Понравилось это место, где мне красили. То, что красиво. Там были цветы такие красивые. Вот я вам показываю. Это тюльпаны желтые. Одни были искусственные. Вот эти настоящие красивые. Угостили меня чаем. И еще там есть, ну, для меня это важно. Я вообще люблю, чтобы когда я пришла в салон, чтобы меня никто не видел. А потом красиво, когда ушла, конечно, пусть на меня смотрят. А вот в тот период, в тот момент, когда я захожу, мне очень хотелось бы, чтобы меня не видели. Когда-то в голову мою, еще что-то. Хотя, в принципе, я к этому нормально отношусь и позволяю себя снимать всегда. И там и до макияжа, и после. Но все равно, если я хочу получить какой-то вот релакс, удовольствие, то лучше, чтобы меня никто не видел. И здесь мне нравится, что у них есть VIP-кабина. Там на втором этаже она закрыта, никто вас не видит. Вы приходите, делаете какие-то свои процедуры наедине с косметологом, либо с визажистом, стилистом, с кем угодно. В общем, на этом все. Вот такой отзыв о салоне. Я думаю, интересно многим девушкам, потому что меня часто спрашивают, куда я хожу. Вот вам на заметку. Это видео будет сборным. Возможно, я сделаю два видео. Не знаю пока. Ну вот, продолжим. Я уже выкладывала в Инстаграме. Хочу показать и так, что я заказала себе пенку. Лара Шо. Кстати, я снимала уже два видео. Я их удалила. Мне ничто не понравились. Поэтому переснимаю. Это будет уже, конечно, покороче, чем тогда, когда я снимала. Такая марка. Австрийская. Профессиональная селективная фитокосметика на основе экстрактов органического растительного происхождения. Это я читаю с вот этого буклета, который был вложен для меня при покупке. Так, в марке. Это все здесь натуральное. Вот написано, что это ниша, высокое качество, постоянное совершенствование. В общем, очень интересный бренд. Я увидела его одной девушке в Инстаграме. И я решила заказать себе тоже, раз она так хвалит. В общем, заказала я себе пену для умывания. Это самая нежная пена. Я стараюсь выбрать какое-то одно слово для определения бренда или какой-то продукции, продукта данного. Вот для этого продукта самое характерное слово это нежность. Потому что эта пена очень-очень нежная. Самая нежная, которая у меня когда-либо была. Она не смоет, конечно, водостойкий макияж, но после гидрофильного масла вполне подходит и прекрасно смывает. Мне нравится, что когда ее просто набираешь, даже просто в руку, она сразу как будто тает и на лицо уже прям легким облачком каким-то попадает. Очень приятное ощущение. И я любила пользоваться этой пенкой именно с утра, потому что идет такое пробуждение. Она очень сладенько, вкусно пахнет и утром приятно просыпаться, умыться этой пеной и наносить потом макияж. Эту пену я вам советую, кто любит пены, кто ищет легкую, воздушную, нежную пену. Очень хорошая. Кроме того, здесь очень хороший состав вообще всей продукции данной марки. Мне подарили вот такой, не знаю, мини-наборчик, как это назвать. Это пробнички. По-моему, их дарят всем при покупке. Вот у меня есть столичка пробничков. Сейчас я вам скажу, что это. Вот молочко. Молочко ирис флорентина. Также очень нежное. Нежное, но знаете, чем когда обычно берешь какое-то молочко и протираешь. Я вообще не люблю. Сразу говорю, я им не пользуюсь. Практически, в принципе, этим-то особо не пользовалась. Я не люблю молочко, потому что, мне кажется, трешь глаза и ты растираешь, тянешь века. Я не очень такое люблю. А вот это молочко, оно настолько легкое, скользящее, когда наносишь его на ватный диск и потом на кожу, на веки, прямо скользит и совершенно не растягивает. Это мне очень понравилось. Поэтому, кто пользуется молочком, пожалуйста, примите это к сведению, потому что, мне кажется, это очень важно не растягивать глаз. И хорошо снимает макияж. Запаха практически не имеет. Приятное, тем более, молочко. Потом, вечером, я протираю лицо вот этим, тут написано мист, грейпфрут это. Мне очень понравился этот аромат. Приятный, мягкий и сладкий. Но сладость бывает разная. Сладость бывает приторная, неприятная, навязчивая, а здесь нет. Такая приятная, легкая сладость. Вот этот тоник я советую всем купить, потому что он нереально хороший. Мне прям очень понравился он. Еще один тоник. Им я пользуюсь с утра. Не знаю, правильно ли я делаю, что делаю вот так. Почему-то, мне кажется, после этой пенки нужно пользоваться чем-то таким. Тот больше ко сну меня как-то тянет. А этот больше пробуждает. Хотя здесь легкий-легкий такой есть аромат, но он не сладкий. Кто не любит сладость, тогда вам вот такой. Вообще, очень много у марки всего и мне еще прислали каталог. И в каталоге здесь чего только нет. И для тела, и для лица, и всякие маски. Маска 3D, лосьон, и мисты, все, что хотите. И скрабы. Вот такие симпатичные бутылочки. Это молочко для тела. В общем, есть все абсолютно. Опять-таки, кто любит натуральное все, эта марка абсолютно для вас. Так, теперь я перейду к кремам, которые мне дали. Вот у меня есть крем. Он для чувствительной и сухой кожи. карри-гель называется. Это такие маленькие пробнички. Он по текстуре, он и пахнет, и очень сильно похож на йогурт. Вот такое ощущение, что ты пользуешься йогуртом. Это очень приятное, кстати, ощущение. Но сказать я вам не могу, как он действует, потому что у меня не сухая кожа и не чувствительная. Поэтому про действия его я не знаю. Но я попользовалась, конечно, какое-то время, ничего плохого тоже не произошло. Так, дальше у меня для нормальной, опять-таки, сухой кожи. Вот мне подарили как-то все не то, что мне нужно. Это ночной крем. Мне он тоже, в принципе, понравился по консистенции, по нанесению, текстуре. Все это понравилось, но действия, опять-таки, сказать я вам его не смогу. Он такой желтенький и немножко здесь уже такая травяная отдушка. может быть даже где-то лекарственная. И также приятная. Есть, опять-таки, вот эта нить, которая присутствует в этой марке. Нить аромата, имею в виду. Следующий крем для глаз. Вот этим кремом для глаз я пользовалась достаточно. Симпатичный очень крем, дневной крем для глаз. Сначала я его не поняла, потому что он совершенно не впитывался. Потом я поняла, как это делать. Я сначала его наношу вот так просто. Потом пока пользуюсь кремом для лица, он уже немножко впитывается, и я просто похлопывающими движениями вбиваю его в кожу. И тогда он очень хорошо распространяется, сразу кожа становится ровная, гладкая. В общем, крем мне понравился, это для глаз. Еще хотела сказать об этих кремах, что они, все, которые тут находятся, почему-то мотируют. Несмотря на то, что это для сухой кожи, не знаю, мотировать они должны, но мотируют чуть-чуть. И масочки. Вот маски мне очень понравились. Я думаю, что мне нужно будет заказать себе какую-нибудь маску еще. У меня есть маска вот эта, бьюти маска, и маска перфекционист. Мне понравилась больше вот эта маска бьюти, потому что она, как раз после этой маски, можно этим протереться тоником. Они по цвету примерно одинаковы. как хорошо пахнет. Это из Каберне Савиньон, из винограда. Там экстракт винограда, скорее всего. Очень пахнет именно так. Просто очень приятно пользоваться этой маской. Вот даже просто из-за этого, то, что она так хорошо пахнет, и дает хороший эффект. Лицо становится сразу же вот после маски. Ну, так работают большинство масок, что ты чувствуешь, если маска тебе подходит, ты чувствуешь эффект сразу же после того, как ты ее снимаешь. Лицо сияющее, более разглаженное, морщинки менее заметны. Маска работает. И вот эта маска Перфекционист. Она с какими-то небольшими вкраплениями, частичками. Тоже очень приятно пахнет, но она пахнет уже цитрусово. Если кто-то любит цитрусы, пожалуйста, вот эту маску это для вас. Маска это с АХ-комплексом клеточного воздействия. Она моделирует овал лица, способствует росту коллагеновых волокон, углажняет, улучшает, выравнивает цвет кожи, тонизирует, она улучшает кровообращение, также осветляет. Марка славится тем, что у них очень хороший антивозрастной уход. Поэтому если вам уже за 30, стоит обратить внимание на эту марку. Тем более, что все началось более 350 лет назад. Вы представляете, сколько времени какие-то исследования проводились. И это в принципе такой возраст, которому стоит верить. Странно, что я до сих пор не слышала о ней, но вот так вот. И еще один приятный бонус. я сначала думала может быть по ошибке, но мне подарили вот такой сертификат. Я не знала, оказывается в феврале, до конца феврале, если вы успеете еще прямо, вам нужно будет срочно это сделать, заказать до 28 февраля, успеть. И при заказе меньше 5000 дают сертификат, как мне, на 750 рублей. Я могу оплатить любую свою следующую покупку этими деньгами. Потом выше 5000 там уже сертификат в 1000 или 1500 рублей. В общем, я не помню, нужно будет зайти на сайт и посмотреть. Но предложение очень приятное. Тем более, когда о нем не знаешь и тебе вдруг приходит сертификат. Такое знакомство было у меня с этой маркой. Следующее, я буду говорить, это, наверное, о маске магнитной. вот такой пакетик у меня есть от марки и написано здесь голливудский доктор на дом. Вот такая магнитная маска, ее совершенно недавно я показывала у себя в инстаграме и покажу вам еще здесь более подробным или может быть здесь подписчики другие, не те, которые в инстаграме. И скажу, что маска меня поразила, конечно же, в первую очередь способом снятия. Снимать ее нужно магнитиком. маска это марки доктор бренд, американская марка. Сейчас я вам ее покажу. Вот здесь прямо шаги. Один написано, два подержать и снимать. Вот сама масочка у нас находится на такой подставке. 90 грамм здесь прилагается к ней магнитик, с помощью которого нужно снимать маску. И здесь внутри лопаточка, шпатель, которым нужно маску наносить. У меня спрашивали разовая маска или нет. Вот ту маску, которую ты снимаешь, естественно, как обычная маска, когда ты ее снимаешь, выбрасываешь. А так здесь 90 грамм и вполне хватит надолго маски. Вот она выглядит совершенно обычно. Черная маска на вид. Она обычная, но она имеет в составе своем железную пыль, которая собственно и притягивает так магнит. Не умею я описывать эти ароматы не сладко. Знаете, как пахнет? Какая-то мась у меня такая была. Мась разогревающая. Только не противно пахнет. Это такая была приятная очень мась. Теперь, конечно же, я ей не вспомню. В общем, маску эту наносим обычно, как все маски. Вот я вам показываю, как я ее наношу. Видите, совершенно обычно. Она не застывает, например, как глиняная маска. Просто и мне нравится, что можно использовать в любое время. Что, конечно, если не награжено, что можно утром использовать. Например, я утром ей пользовалась. Мне нравится, что она не требует много времени. То есть, не 20 минут, 5-10 минут вполне достаточно, чтобы маска сработала. И потом ее снимаешь. Вот я, когда снимаю, я вам показала первое свое ощущение, когда я так думаю, что это такое? Мне показалось, что сейчас моя кожа засосет этот магнит, что она к нему прицепится. Но нет, все было нормально. Потом это только первый раз так неожиданно, мне странно это показалось. Хотя я знала, что она так будет собирать, но я не знала, что я почувствую это. А потом уже все было нормально, ровно, полностью все сходит. То есть, маска не остается. Ни в коем случае ее нельзя смывать водой. Там написано это как предупреждение. И когда написаны такие предупреждения, так хочется смыть водой, что интересно будет. Делала, конечно же. Вот так сняла всю маску. После того, как маску снимаешь, остается приятное ощущение крема на лице. Вот прям хорошего, жирного крема. Ты его размазываешь, он сразу превращается уже не в жирный крем, а очень в легкий и впитывается в кожу. Очень приятное ощущение. Лицо разглаженное, сияющее. Это антивозрастная маска. Мне очень понравилось. Вот особенно просто вот эта вот игра с магнитом. Это что-то новое и действительно очень приятно. Так что рекомендую вот эту маску. Попробую, чтобы быть в тренде, чтобы знать, что это такое. Я знаю, много разных марок представляют подобные маски, но я пробовала эту, конечно, я рекомендую именно эту. Я тоже оставлю вам ссылку на наш магазин на визаж-холл, где ее можно приобрести. Маска это двойного действия. Это омолаживающие свойства и очищающие. То есть, сначала очистила и тут же омолодила. Приятно. Оттолкните возраст и притяните молодость. Написано. Причем, коже придается сияние, способствует укреплению кожи, разглаживанию морщинок, очищает кожу от токсинов, предотвращает старение. То есть, вот эти поры очищаются, когда магнитом все вытягивается, все нехорошее, то, что накопилось в нашей коже. В маске находится черный турмалин, масло бергамота, герани, лаванды, железная пудра, конечно же. И еще скажу про одну вещь, про, опять-таки, очищение. Я нашла у себя, представляете, совсем забыла, что у меня есть. Это спонж коньяку. Вот. Теперь у меня два спонжа. Кстати, они когда высохли, так бьются. То есть, вот этот спонж, это обычный спонж коньяку, а вот этот, он, не помню, хоть убей, от чего он был. То ли для проблемной кожи, то ли антивозрастное действие имеет. Ну, в общем, я его нашла, достала, думала, пока этот у меня испортится, но он не портится абсолютно. Я не знаю, ему уже, наверное, год почти, и теперь я открыла этот. В общем, у меня два таких, когда они, я, наверное, уже показывала, когда они становятся мокрыми, они становятся огромными, такими большими, пузатенькими, пухленькими, очень приятными. Я рекомендую к очищению. И у кого нежная кожа, особенно если у вас, например, купероз, все-таки умываться какими-то скрабами это не очень хорошо, а вот такими нежными штуками, тем более натуральными, очень приятно. Это японские понжики. На этом попрощаюсь с вами и начну свое следующее видео.